И снова всем здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу показать и рассказать вам немного подробнее о четырех фортах, которые мы часто можем видеть на горизонте в проливе Соланд. Итак, давайте начнем. Эти форты были построены более 150 лет назад, в середине XIX века, они строились 15 лет, но получилось так, что они не пригодились в войне с Наполеоном III. И вот на карте все эти четыре форта мы можем видеть. Подробно о каждом я вам сейчас расскажу и покажу. Первый форт, о котором я хочу вам рассказать, это форт Сан-Хеллен, Сан-Хеллен Си-Форт или форт Святой Елены. Вот так он выглядит и расположен он, как вы видите, внизу на карте, наиболее близкий к острову Уайт из четырех остальных фортов. На этот форт можно пройти один раз в году, где-то, наверное, в августе, когда самая низкая вода. Люди устремляются пешком по вот такой вот песчаногалечной косе до этого Сан-Хеллен форт. Я показала вам эту косу сначала пустой, как вы видели. Если рано встать, то людей по этой косе практически нет. А потом происходит вот такое вот массовое просто посещение. Очень много людей каждый год устремляется пешком по этой косе, по которой раньше завозились строительные материалы. из карьера недалеко от деревушки Сан-Хеллен на острове Уайт. И вот такая традиция, все об этом знают, что в августе месяце при низкой воде можно пешком попасть. Люди идут, это получается такое мероприятие массовое и очень интересное для всех. Иногда те, кто не успевает вернуться назад по этой косе, специально работают лодки, катера. Ну, в общем, бизнес процветает. Всех на лодках, на катерах, конечно же, прекрасно отправляют и отвозят назад. Люди в этом плане не переживают. Так вот, сейчас, с 2003 года, этот форт Сан-Хеллен был продан в частные руки. И теперь уже попасть туда крайне сложно. Но у меня для вас сохранились также небольшие съемки. как выглядит этот форт Сан-Хеллен внутри. Ну, эти съемки были сделаны еще в конце 1993 года. Ну, когда еще туда доступ разрешался. Вот такие вот внутренние помещения на этом форте Сан-Хеллен вы можете увидеть. Следующий форт, Спидбанк Форт, о котором я хочу вам рассказать подробнее, расположен в непосредственной близости от города Портсмас, как вы видите. Но добраться до него, тем не менее, уже никак нельзя пешком, так как здесь ходят суда и очень глубокое место пролива Соланд. Поэтому добираются только на катерах. Этот форт также один из самых маленьких фортов в проливе Соланд. Его диаметр 49,4 метра и высота порядка 15 метров. Строится этот Спидбанк Форт начал в 1867 году и до 1878 года. Строился 11 лет, но, к сожалению, после того, как он был построен, он не использовался в качестве оборудительного сооружения уже при Наполеоне, потому что угроза исчезла. Хотя говорят, что потом и в Первую и во Вторую мировую войну на этом форте также устанавливались орудия, и он использовался на войне. В 1962 году Министерство обороны Великобритании заморозило использование всех этих фортов, а через 20 лет, в 1982 году, они были вообще сняты с эксплуатации Министерства обороны и стояли более 20 лет практически бесхозными. Несколько раз их пытались продать в частные руки, но это все не увенчалось успехом. И лишь только в 2009 году на аукционе этот лот был выставлен снова за 800 тысяч фунтов стерлингов и был приобретен более чем за 1 миллион компанией под брендом Solent Ford. Эта компания вложила еще более 3 миллиона фунтов стерлингов на реконструкцию этого форта и превратила его в роскошный 4-звездочный отель. С 2012 года этот отель открыт для посетителей. В нем 9 роскошных номеров в духе викторианской эпохи, 3 бара, 3 ресторана, есть несколько баров на крыше отеля, есть винный погреб, библиотека, горячий бассейн на крыше с сауной и солярием. И сам форт не потерял своего исторического облика, оставлены кирпичные стены, старые окна и даже несколько пушек, которые напоминают о том, что на самом деле много лет назад форт использовался как оборонительное сооружение. Забронировать номера в этом отеле достаточно сложно. Стоимость одного-двухместного номера от 100 фунтов за ночь и выше, конечно же, если используются люксы. Также можно здесь отпраздновать свою свадьбу или какой-то день рождения. Для этого заранее нужно бронировать. Этот отель также входит в десятку самых необычных отелей мира. Третий форт, форт Ничья Земля, No Man's Land Fort, так называется, с которым я хочу вас познакомить. Это, пожалуй, самый интересный из четырех фортов в проливе Соланд. Вот расположение его, как вы видите. Он расположен рядом с другим большим фортом, Хорс Санд, форт, о котором я скажу дальше. Но этот форт No Man's Land, он, пожалуй, имеет судьбу, как раз соответствующую своему названию. Ничья Земля. Этот форт намного больше двух первых, его диаметр 61 метр, высота 18 метров. Он был построен с 1865 по 1880 год. Судьба этого форта крайне загадочна, и он постоянно менял своих владельцев. Известно только, что в 1990-х годах он использовался как роскошный вип-отель с двумя вертолетными площадками для вип-персон. Очень закрытый, красивейший и дорогой отель. Говорят, что на тот момент владельцем этого отеля был бирмингемский бизнесмен, который вдруг неожиданно заболел, и его финансовые дела потерпели крах, и он был вынужден отказаться от этого отеля. Что там конкретно произошло в этом отеле, остается только гадать. Но вот в Википедии написано, что в 2004 году в системе водоснабжения отеля были обнаружены какие-то болезнетворные бактерии, и принудительно отель был закрыт. И дальше говорится так. В 2005 году отель был оценен в 14,5 миллионов фунтов стерлингов и был якобы выставлен на продажу на аукционе, но покупателей не нашлось. Дальше уже в 2007 году этот отель вновь выставлялся на продажу уже за 4 миллиона фунтов стерлингов. И в конце концов, в 2009 году он был выставлен всего лишь навсего за 910 тысяч фунтов стерлингов. Как могло так получиться, что оцененное в 14,5 миллиона фунтов стерлингов имущество было продано через несколько лет всего лишь навсего за 910 тысяч фунтов. Это непонятно. Похоже, что какая-то здесь была афера, потому что газета BBC News от 3 июля 2009 года так и пишет, что какая-то независимая компания, которая оценила сначала в 14,25 миллиона фунтов стерлингов, вдруг продала через несколько лет за 910 тысяч бизнесмену Хармешу Пуни. И вот этот Хармешу Пуни почему-то через несколько лет также лишился своей недвижимости. Он был якобы за какие-то долги привлечен к суду и также его лишили собственности вот этого форта. В общем, с этим отелем и с этим фортом очень непонятная история. На сегодняшний день, с 2012 года, опять появился новый хозяин у этого форта. Это опять Солэнд Форт вместе со Спидбанк Фортом купил и этот форт с отелем. Это владелец Клоренса. Они используют с 2015 года после ремонта снова помещение этого форта как отель. Но, как я вот слышала новости последние, что опять в течение двух лет уже этот отель не функционирует. Непонятно по каким причинам, но пришлось новым хозяевам отеля снова его закрыть. Так что судьба форта Ноуменс Ланд оказалась не очень успешной и непонятно, что получится там дальше. Но так как все-таки похоже на финансовую аферу и то, что тот владелец бывший Хармеш Пуни, он тоже не хочет отказываться от этого отеля и хочет подать в Верховный суд на восстановление своих прав. Поэтому непонятно, что будет дальше происходить. Вот так оправдал свое название ничья земля этот форт. А я пока вам рассказывала о нем, мы с вами погуляли по всем уровням этого отеля. Вы, наверное, посмотрели, как выглядит на сегодняшний день этот отель и как выглядят вот эти вот помещения внизу, которые оставлены в первозданном виде. Это Ноуменс Ланд форт. И четвертый форт, Хорс Санд Форт, форт Лошадиный Песок, который идентичен Ноуменс Ланд форту и расположены они рядом в самом центре пролива Соланд. И по величине они точно такие же. И владельцем этого форта Лошадиный Песок является также компания под брендом Соленд Форт, владелец Клоренса. За сколько куплен этот форт, непонятно. Вот так он выглядит сейчас. Его практически не реставрировали. Он был куплен в марте 2012 года. Предполагалось, что в 2015 году он будет открыт для обзора как музей. Но, вероятно, планам не суждено было сбыться. И в 2019 году, то есть в прошлом году, этот форт был выставлен на аукцион на продажу. Какая стоимость этого форта, я вам сказать не могу. Ну и, пожалуй, единственное, что я могу здесь добавить, что все четыре форта называются по сей день Безумие Палмерстона по имени Генри Палмерстона, который был премьер-министром Великобритании на момент строительства этих фортов, которые впоследствии в обороне Британии так и не пригодились. Ну, если только не считать Второй мировой войны. Ну, а на этом, друзья, я с вами на сегодня прощаюсь. Всего вам доброго. Увидимся. Пока-пока. Продолжение следует...